Привет, друзья! Вот и начинается сезон рассады. И сегодня расскажу, как активизировать ростовые процессы в семенах, чтобы они дали крепкие и дружные всходы. Главный секрет всхожести – это качественные семена. Когда вы покупаете семена в магазине, обратите внимание на сроки их хранения. Хотя сроки указаны всего лишь несколько лет, сроки хранения, но, как правило, семена в упаковках могут давать хорошие всходы, могут храниться и дольше. Еще 2-3 года после истечения сроков семена из пакетиков можно высевать. Но, правда, залежалые семена нужно предварительно подготовить, чтобы они дали более дружные всходы, потому что семена становятся туго всхожими. Значит, как можно провести такие процедуры, активизировать ростовые процессы? Нужно семенам сделать стресс. Есть очень простой, такой старинный способ. Нам понадобится кипяток и понадобится холодная вода. В один стакан мы наливаем кипяток и в кружку, допустим, наливаем чистую воду. Затем берем любые семена, неважно, это томаты, перец, огурцы и так далее. Семена насыпаем в марлю и погружаем вначале в кипяток, а затем сразу же в холодную воду. И так повторяем 3 раза. Причем держать семена в кипятке долго нельзя. Погрузили и сразу достали, поместили в холодную воду. Если семена подержать в кипятке долго, более 5 секунд, семена сварятся и никаких сходов не будет. Поэтому держите их секунду максимум, доставайте и сразу помещайте в холодную воду. Значит, после такой процедуры семена получают стресс, прогреваются и затем их можно прорастить. Значит, вот такие старые лежалые семена лучше всего проращивать, чтобы сходы были более такими дружными. Значит, когда мы обработали их в кипятке, далее промываем чистой водой, можем еще дополнительно дезинфицировать, например, обрабатывать в растворе сенной палочки, либо в растворе марганцовки, кто как любит. Значит, затем продезинфицировали и завернули во влажную тряпочку, поместили в баночку и поставили где-то в теплое место на проращивание. И когда уже наклюнутся маленькие корешочки, семена можно посеять. Ростовые процессы в семенах можно также активизировать с помощью различных средств. И в первую очередь речь идет о всеми известной перекиси водорода. Перекись водорода, кстати, не обеззараживает семена, но есть какой-то небольшой обеззараживающий эффект, но полностью обеззаразить, дезинфицировать семена она не может. Но вот на ростовые процессы она может повлиять, может их активизировать. Для того, чтобы семена лучше дали всходы, лучше проросли, берем вот такую 3% перекись водорода, 1 часть перекиси водорода и 5 частей воды. Все это смешиваем и замачиваем семена примерно на 5-6 часов, а лучше даже замочить на сутки. Затем семена промываем чистой водой и опять же можем высевать, либо завернуть во влажную ткань для проращивания. Улучшить энергию прорастания семян могут и различные микроорганизмы. И самый частый микроорганизм, который используется для проращивания, для активизации вот этих ростовых процессов, это сенная палочка. Сенная палочка, она проникает в оболочку семян, затем поселяется в прикорневой зоне рассады и улучшает питание растений. И вот сенная палочка еще, кстати, кроме того, что активизирует ростовые процессы в семенах, они лучше прорастают, еще она уничтожает различные фитопатогены. Поэтому можно обеззараживать семена в растворе сенной палочки. Значит, как лучше всего вот эти семена замочить в сенной палочке? Я делаю так, делаю раствор сенной палочки, вот у меня сенная палочка Profit. Значит, развожу сеную палочку вот эту в жидком виде в воде, можно использовать сеную палочку в сухом виде, она продается в магазинах. Делаем раствор, увлажняем в этом растворе тряпочку, либо ватные диски и насыпаем туда семена. Затем помещаем опять же в баночку на проращивание. Похожими свойствами обладает и триходерма. Она также, как сенная палочка, обеззараживает семена и улучшает энергию прорастания семян. Поэтому, опять же, смочите тряпочку в водном растворе триходермы, либо возьмите ватные диски, смочите их и насыпьте туда семена, отправьте на проращивание. И у вас будут дружные и крепкие всходы. Улучшить прорастание семян могут, кстати, и различные народные средства. Например, у меня есть вот такая ивовая вода. Я о ней уже рассказывал в своих роликах. Эту воду делают из веточек ивы. Нарезают мелко молодые веточки ивы, заливают кипятком, настаивают, и затем получается вот такая ивовая вода. И в ней очень много активных веществ, которые улучшают прорастание семян, помогают лучше укореняться различным черенкам, саженцам. Можно проливать рассаду после пересадки. Вот эта ивовая вода благотворно влияет на укоренение. Поэтому, опять же, можете смочить тряпку в ивовой воде, либо насыпать семена прямо в эту воду, на сутки замочить их и посеять. И опять же, они дадут более дружные всходы. Ну и опять же, если взять обычную воду и замочить в них полежалые старые семена, естественно, что они дадут более дружные всходы. Даже обычная вода активизирует различные ростовые процессы. Особенно актуальна влага для семян в весенний период. Очень часто весной нет дождей, мало влаги в почве. И в этом случае почву нужно хорошенько проливать, либо замачивать семена, проращивать их и сеять в открытый грунт. В этом случае всходы, опять же, будут более дружными. Если семена сухие и посеять их, опять же, в сухую почву, то придется очень долго ждать всходов, пока не пройдут хорошие такие обильные дожди. Если помните весну прошлого года, то у нас три месяца не было дождей. И земля была просто как зола, сухой. Поэтому без поливов никак нельзя было обойтись. Многие огородники, у которых не было возможности приезжать на дачу регулярно, не поливали огороды. И, естественно, всходы были изреженными. Особенно плохо всходили морковь и укроп. Да и петрушка тоже плохо всходила. И поэтому грядки были полупустыми. И когда уже в середине лета пошли обильные дожди, почва хорошо промочилась, а морковка, свекла, да и другие культуры, семена которых лежали в почве, повсходили. К осенью, тем не менее, получился урожай более запоздалый. Но все же, если хотите урожай нормальный, чтобы исходы были хорошими, почва должна находиться в умеренно влажном состоянии. На прорастание семян во многом влияет и температура. Если в домашних условиях можно температуру определенную, нужную поддерживать, то в открытом грунте, конечно, не всегда так удается. И очень часто весной огородники спешат побыстрее посеять различные овощные культуры на грядке. Прям в холодную почву семена бросают, и потом никаких всходов нет. Всходы, эти семена все в почве погибают, сгнивают, и приходится заново отсаживать различные культуры. А особенно актуально это для огурцов, кабачков, для тыквы, для фасоли. Вот эти семена нужно садить в более поздние сроки, примерно к середине мая, когда почва уже прогреется, ее температура будет не ниже плюс 16. Если говорить о рассаде, которую мы выращиваем в домашних условиях, это перцы, томаты, баклажаны. Иногда выращиваем рассаду огурцов, то опять же температура для прорастания семян должна быть достаточно высокой. Не стоит ставить емкости с посеянными семенами в холодных помещениях. Например, те же баклажаны любят очень высокую температуру для прорастания. Плюс 25, а то и 27 градусов, чтобы исходы были дружными. Если будет более низкая температура, ниже 23 градусов тепла, то исходы будут более запоздалыми, не такими дружными. А иногда, если температура опустится и ниже 15, то вообще семена сгниют. Поэтому также обращайте внимание на температурный режим в помещении. Обязательно подготовьте свои семена, обработайте их различными стимуляторами роста. Можете использовать биологические, натуральные какие-то, самодельные. И у вас будет хорошая крепкая рассада. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!